Всем привет, дорогие друзья! С вами Палов Ревью. Сегодня в обзоре новый фильм М. Найта Шьималана «Время». Фильм вышел неоднозначным. Расскажу, что мне понравилось и что нет. Поехали! Мы здесь не случайно. Время. Автор фильма – Маноча Нирияту или М. Найт Шьималан. Американский кинорежиссер и сценарист индийского происхождения. Известен своими мистическими триллерами. С картинами режиссера я немного знаком. Мне понравилась трилогия из очень увлекательных фильмов «Стекло», «Сплит» и «Неуязвимый». И я даже в далеком 2019 году делал обзор на всю трилогию. А недавно я посмотрел его картину 1999 года «Шестое чувство». Очень даже впечатлило. Думаю, это его самая лучшая работа. Не зря ей дали два Оскара за сценарий и режиссуру. К тому же фильм довольно жуткий. Иди ко мне. Я покажу папин пистолет. Идем. Но при этом я ненавижу Шьималана, фильм «Повелители стихи», где сделали какую-то срань по мотивам легендарного мультсериала «Обанги». Решил хайпануть на святая святых анимаций. Не фортануло. В оригинале название фильма «Оуд» в переводе «Старый». Впервые хочу похвалить локализаторов. Если бы сохранили «Старый», то получился бы спойлер. Понятно, что герои будут стареть. А «Время» название довольно загадочное и философское. Хотя уже есть фильм с таким названием. Фильм «Время» 2011 года, который очень крутой. Впечатления мои от фильма неоднозначные. Мне понравилась идея, но вот реализация ее несовершенная. Хотя есть много крутых моментов. Итак, давайте начнем с сюжета и потом пойдем по минусам и плюсам. Фильм начинается по канону, я бы сказал, даже шаблону ужасов и триллеров. Супрусская пара с детьми отправляется в отпуск. После заселения бенеджера отеля предлагает им посетить уединенный пляж, о котором мало кто знает. Я рассказал о нем только вам. Только вам. И никому больше не скажу. И думаете, он сдержал слово? Нет. И конечно же соврал. В поездку едет еще пару семей. Ого, сама не верю, что нашла это место в интернете. Похоже, не только ты его нашла. Итак, мать и отец, переживающие семейный разлад на фоне болезни. Их дети. Врач-шизофреник и его одержимой красотой молодая жена со сколиозом. Их маленькая дочка. И психолог-эпилептик ее муж. Разные типажи, разные характеры и целый багаж внутренних проблем. У всех взрослых в компании хронические заболевания. По ходу сюжета вы поймете, почему именно их отобрал отель. Водитель высаживает людей, не доезжая до пляжа и сразу же торопится уехать. Уже странно. Хотя по логике вещей он должен был помочь донести еду до пляжа. Ничего не предвещало беды, но на этом пляже что-то не так. Там время двигается быстро и за день пролетает целая жизнь. Действие идет постепенно и с каждой минуты добавляется все больше необъяснимой мистики. Дети становятся подростками и потом взрослыми. Не обошлось без кринжа и стрёмной фигни. Абсурд ситуации одновременно смешит и ужасает. Реакция персонажей соответствующая. Они пытаются контролировать то, что не подвластно контролю. Итак, что по плюсам? Первое это сама идея. Жизнь и смерть за день день. Вот с чем придется столкнуться главным героем. Дикий контраст между райским местом, теплым пляжем, лазурным морем и смертоносным временем. Враждебными скалами и постепенному отчаянию действующих лиц. Режиссер словно бы подчеркивает, что безобидная на первый взгляд природа может ранить и убивать похлеще оружие. Также в фильме довольно гнетущая атмосфера. Если вы боитесь старости, то этот фильм не для вас. Некоторые кадры могут шокировать. По крайней мере, меня стареющая девушка с каскалиозом напугала. И эта сцена одна из лучших в этом фильме. В этой сцене уже взрослые дети встречаются лицом к лицу со страхом старения. Потом, что еще понравилось? Актеры. В ленте отличный актерский каст. Гайль Гарсия Бернальд, сыгравший отца главной семьи. И Вики Крипс в роли матери. Ну и Руфус Юэл в роли психопата. Он подошел и даже немного напугал. Его мы помним по последнему фильму «Отец». Также детей сыграли Алекс Вульф, который мне запомнился в «Джуманджи», и Томасин Маккензи, которая отлично себя показала в «Кролике Джоджо». В этом фильме она выдала игру на уровне. И сам же Шьямалан в роли водителя и наблюдателя. Потом, что еще можно похвалить? Аперторскую работу. Но не всю, так как в основном она снята обычно, ничего примечательного в ней нет. Но мне понравился прием панорамы. Камера двигается, и за этот пролет уже что-то меняется. Она как бы подчеркивает, что на этом острове бац, 5 лет прошло. Опа! 20 лет! Ну и все. Ты старикан, который вот скоро помрет. Гримеры здесь на высоте. Актеры в кадре стареют очень естественно. Камера не стесняется крупных планов с морщинками и дряблостью кожи. А подбор похожих друг на друга разновозрастных актеров усиливает пугающий эффект ускоренного старения. И к этому мне понравилась сама локация скалистого пляжа. Действительно красиво и умиротворенно. Ну и что касается минусов. Первый это сценарий. В нем полно косяков, штампов, ляпов, кринжа. Также сам финал, который ну уж очень натянутый. Задумка, что главный герой по детской шифровке догадается, что кораллы как-то защищают от магнитных волн и что так можно выбраться. Ну такое. Ну и то, что все это сделано для лицемерных безжалостных ученых, которые так лекарства тестируют, берут подопытных с недугами и отводят их на смерть. За сколько вот лет симптомы появятся? И как по мне самую ужасную смерть, особенно для детей, так как они проживают жизнь, при этом не пожив по-настоящему, и у них не будет воспоминаний. Честно, я бы этих всех ученых в это место завел, так как отделались они в конце, как по мне, не слишком сурово. Потом штампованное начало по типу острого выживания, что несколько героев застряли в одном месте по злому умыслу, и что вначале это роскошный курорт, а потом происходит невиданная мистика. И группа людей совершенно не смущает, что отель не предоставляет им проводника через заросшую растительность и уместность. Все-таки до пляжа еще нужно каким-то образом добраться. При этом феномен биологического старения толком не объясняет. Ну вот так вот. Сами догадаетесь. И складывается ощущение, что явные изменения происходят только тогда, когда сценаристам нужно сдвинуть повествование с мертвой точки. Персонажи не собираются обыскивать составленные вещи предыдущих посетителей в поисках полезных вещей. Им проще тратить бесценное время на глупые и бесполезные диалоги, которых в фильме полно. Потом еще чернокожий персонаж, который остался ночью. По логике этого места он должен был уже состариться. А по сути он никак не изменился. Но это еще не все. Если с логикой персонажей можно как-то свыкнуться, но что реально невыносимо, это кринжовая сцена с рождением ребенка. Переспав тренд с Карой, Кара забеременела. И смотреть на это было тяжело, как за пару минут она уже рожает. Потом родив, этот ребенок почему-то испарился. Как такое возможно? В принципе, если начинать хоть как-то выникать в происходящее, искать логику, то фильм вам покажется полным бредом и выйдут все грехи, о которых я сказал. Но если это принять и искать положительные стороны, то фильм может увлечь и немного напугать. Он явно затянутый и много времени реально ничего толком не происходит. Так, в целом, это не лучше, но при этом не самая худшая картина Шьямалана. Я ставлю 6 из 10. Всем спасибо за просмотр. Ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. Также пишите комментарии, как вам время М-Найт Шьямалана. С вами был Павлов Ревью, пока увидимся. Пока.